Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот мы с вами слышали отрывок евангельский, где Христос обращается к Петру. Петр трижды отрёкся от своего Учителя. Христос также трижды спрашивает, Петра, любишь ли ты меня? Вот для меня очень сильный евангельский отрывок. Каково же состояние Петра? Представьте себе, что до того момента, как он отрёкся от Учителя, когда сказал, что не знает его, он был лидером формальным, неформальным, Христос говорит о нём, что он камень. Сам Пётр, не сомневаясь в том, что исполнит это, говорит, что я от тебя не отрекусь никогда. И тут он остаётся без Учителя в трудной, сложной ситуации, когда напрямую к тебе обращаются и не выдерживают. Удивительно, что многие очень мудрые люди, верующие, говорят о том, что и они не знают, как поступят и как поступили бы, если бы эта ситуация или похожая на неё случилась бы с ними, скажем, в 1937-1938 году, чтобы они ответили, как бы они поступили. Легко думать, говорить, когда вокруг всё спокойно, когда рядом с тобой крепкая рука того, кто тебя поддержит. и как ты скажешь, и что ты скажешь, если останешься один на один с какой-то трагедией или внутри того действия, где тебе придётся отвечать за собственные поступки, придётся выбирать. Ведь это очень непросто. И между тем удивительная реакция самого Господа. Он не ждёт, пока Пётр сам обратится к Нему. Не ждёт того, что вот Пётр осознает, как он неправильно поступил, потом будет просить прощения, а идёт ему навстречу и задаёт ему эти вопросы. Ведь Христос видит всю ту ситуацию, в которой оказывается Пётр. Интересно, что он обращается к Петру не по имени Пётр, не как к камню, а по тому имени, которое сам Симон знает. А сами представьте, как бы отреагировал на это сам Пётр. Разве он камень в той ситуации, в которой сейчас находится? Да, может быть, ученики, товарищи тебя и не осуждают, стараются поддержать. Но внутри что у тебя? Что у него, у Петра, внутри? Как он чувствует? И ему это очень важно, чтобы что Христос так обратился к нему. И вот трижды спрашивает Христос Петра. Об этом много написано, что это значит, и что важно Петру трижды, как трижды он отрёкся, сказать, да, я тебя люблю. Но ещё важно и то, что Христос говорит, ты посеолцы мои. Что я вижу, что ты любишь меня чувством. Но ещё важно, чтобы твоя любовь воплощалась и в делах. Ведь это самого тебя поддержит. И удивительно, что после всего того, что произошло с Петром, он становится тем, кем мы его знаем. На нём не поставили точку. О нём не сказали, да, он, ну что, поступил так. Нет ему доверия. Поступит и в следующий момент, может быть так же, а может быть иначе. Нет. Христос как бы даёт огромную фору этому человеку, своим доверием. Подтверждением того, что он видит, что Пётр его любит. Может быть, несовершенной любовью. Может быть, эта любовь ещё только начинается. Может быть, она только в чувствах. Но для Христа она также важна. Я ещё хотел поделиться одним случаем, реальным произошедшим со мной, когда я разговаривал с одной женщиной. Она мама одного зависимого человека, алкоголика. И сейчас этот человек бросил пить, взялся за ум, как-то начал трезво смотреть на жизнь и трезво поступать. И в нём открываются какие-то такие таланты, которые совершенно не были видны, когда он страдал, когда ему было больно, тяжело и трудно. и вот эта мама, которую можно было бы назвать зависимой, созависимой, описать это с точки зрения психологии, всё разложить по полочкам, как это всё неправильно, как она неправильно. Я так к этому тоже относился. Я всегда мог дать мудрый совет, как вот надо с ним поступать, чтобы было правильно, чтобы он изменился. А она с ним ходила, за ним таскалась годы своей жизни. И вот вдруг сейчас у нас состоялся откровенный разговор, когда уже всё более-менее в порядке, когда человек после десятилетия вернулся к себе, как сказано в Евангелии о блудном сыне. Она сказала, ты знаешь, а был момент, когда он чуть не замёрз. Вот. Он ушёл, населённый пункт довольно-таки большой, и ночью пропал. И единственный, кто пошёл его искать, вот она. И она его нашла где-то там на краю этого населённого пункта в мороз и притащила домой. Любовь несовершенная, но она спасла ему жизнь. И в прошествии многих-многих лет человек вернулся к себе. как это важно не ставить вот эти точки. Как важно, наверное, проявлять доверие. Ведь и в моей жизни мне самому тоже говорят, да ты такой человек, что с тобой, всё ясно. и это больнее всего бьёт по человеку. Бог, который видит нас, Он не осуждает никого из нас. Он пытается найти ту точку, из которой мы можем пойти вперёд. Он ждёт того момента, когда мы эти шаги сделаем вперёд и готов оказаться там в тот самый момент. И, конечно же, очень хочется и очень важно для каждого, для меня и, наверное, для каждого из нас почувствовать, что действительно Он рядом. Несмотря на всю нашу жизнь, какая бы она ни была, посмотрите на Евангелие и на то, что делает Христос всем тем, кто хочет к Нему прикоснуться. всем тем, на которых уже поставили точки. Посмотрите на Его учеников. Ведь на многих из них эти точки стояли. Кто-то был блудницей, кто-то разбойником. Вспомним, что единственным человеком, о котором сказано, что Он в раю, стал никто иной, как разбойник. И для меня это очень важное свойство нашего Господа, которое и мне дает в этой жизни надежду, что несмотря на все то, что со мной происходит, как бы мне не было тяжело, больно, как бы я не падал глубоко и далеко, рядом есть Тот, Кто все-таки поможет мне выбраться и не оставит меня. Аминь. Аминь.